Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Сегодня зарядка будет довольно простой, чтобы каждый из вас смог ее повторить. Выходим в положение стоя, ставим ноги в рот, ширина бедра, расправляем плечи, раскрываем грудной отдел. И отсюда на вдохе мы поднимаем руки вверх, на выдохе вниз. Еще раз делаем вдох и опускаем руки до параллели с полом. Раскройте грудной отдел, подтянитесь грудью вперед. И отсюда мы плавно начинаем заворачиваться на выдохе вперед. И на вдохе раскрываемся. На выдохе вперед, на вдохе сводим лопатки. Выдох, округляем спину. Вдох, раскрываемся. Еще два повторения. Выдох, вдох, выдох, вдох. Оставляем руки в центр, заворачиваем ладошки в пол. И начинаем плавно вытягиваться в сторону, право-лево. При этом таз на месте, стараемся тянуться макушкой вверх, плечи опускаем вниз. И также наше исходное положение лопатки толкаем в центр. Еще два повторения. И отсюда мы на вдохе вытягиваемся вверх, и на выдохе мы скручиваемся вниз. Чуть больше усиливаем натяжение. Еще выдох, вверх. Старайтесь, когда вы скручиваетесь, опускайте плечи вниз. Еще вдох, вытянулись, выдох, скрутились. Еще два повторения. Вдох, выдох, еще вдох, выдох. Отсюда опускаем руки, мягко ставим на поясничный отдел. Втянуть живот. Отсюда мы, толкая руками, выталкиваем корпус вперед. И на выдохе круглой спиной мы опускаемся вниз. И повторяем. Выдох, толкаем таз. На вдохе круглой спиной вниз. Еще вперед. И вниз. Вперед. И вниз. Последний повтор мы оставимся с вами внизу. Остаемся, делаем упор на руки и чуя, расставляем ноги пошире. Отсюда округляем спину и отсюда мы начинаем вытягиваться. На вдохе мы тянемся до параллели с полом. На выдохе через круглую спину опускаемся и вытягиваемся в противоположную сторону. Выдох вниз. Вдох, потянулись. Выдох. Вдох. Стараемся вытягивать корпус в продолжение таза. Корпус параллель с полом. Еще вверх. И еще два повторения. Выдох вверх. Опустились. Подтянулись. Опустились. Отсюда собирайте ноги в исходное положение до параллели. И круглой спиной мы раскручиваемся вверх. Отсюда за руками мы тянемся. Вдох вверх. И на выдохе вниз. Надеюсь, этот комплекс вас взбодрил. Занимайтесь спортом. Всем хорошего дня. Пока. Ну а поговорим о праздниках. Лариса, какой сегодня день? Сегодня день работников связи и информации. Потрясающе. Поздравляем всех работников связи и информации с их профессиональным праздником. На самом деле информация, если ты знаешь информацию или имеешь доступ к определенной информации, ты можешь управлять этим миром. Совершенно верно. И вот я всегда, кстати, задавала вопрос. Вот не ко всей информации есть общий доступ. Например, к научной информации. К научной литературе. То есть нужно быть зарегистрированным в определенной библиотеке. И только там ты сможешь получить какую-то информацию. Вот это интересно. То есть уметь добывать информацию – это тоже навык. Который мы тоже развиваем, кстати, и в своей работе. Мы поздравляем и переходим далее. Ну а далее в нашей программе «Гороскоп». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня овнам стоит избегать переутомления. Сейчас оно особенно вредно для здоровья. Вечером лучше погулять. Это позволит избежать головных болей и бессонницы. У тельцов сегодня благоприятный день для обсуждения и решения важных вопросов. Удастся найти общий язык с теми, с кем вы раньше не ладили. С близкими вы не станете ссориться, даже если не сойдетесь во взглядах. Не стоит поддаваться на провокации сегодня близнецам. С окружающими не всегда легко поладить. Некоторые как будто специально выводят вас из равновесия. Спорить с такими людьми бессмысленно, поэтому просто держитесь от них подальше. Сегодня у раков важные вопросы будут решаться гораздо быстрее, чем вы ожидали. Не исключены деловые предложения, от которых не захочется отказываться. А также звезды сулят вам приятные денежные поступления. Люди, которым вы когда-то оказали важные услуги, найдут способ отблагодарить вас. Серьезный подход в делах позволит вам решить любые задачи. Даже если вы сегодня не добьетесь того, к чему стремитесь, то получите опыт и информацию, которые будут полезны. Возможны денежные поступления и удачные покупки. Удев сегодня подходящий день для того, чтобы заняться мелкими и не слишком важными делами. Браться за масштабные проекты сегодня не стоит. Вам может не хватить энергии и настойчивости для того, чтобы довести их до конца. Старайтесь избегать пустых разговоров. Общайтесь только с теми, кто вам по-настоящему интересен. Не стоит переутомляться сегодня весам. Небольшая поездка поднимет вам настроение. В дороге будет проще думать о чем-то приятном. Благоприятный день для общения сегодня у скорпионов. Хорошо проходят встречи, без всяких усилий удается произвести наилучшее впечатление. Даже те, кто обычно настроен скептически, сегодня вряд ли смогут сопротивляться. Сегодня стрельцы не будут бояться трудностей. Проблемы, конечно, могут возникнуть, но они вряд ли будут особенно серьезными. Ваши эксперименты и импровизации окажутся удачными. Очень пригодится сегодня вам чувство юмора. Ваши шутки поднимут настроение всем вокруг. Не стоит спешить сегодня к озерогам. Начало этого дня будет довольно сложным, и до полудня лучше не браться за что-то особенно важное. Позже энергии и настойчивости у вас прибавятся. Друзья и хорошие знакомые помогут в осуществлении какой-то необычной идеи. Плодотворный день сегодня у водолеев. Он хорошо подходит для того, чтобы повидаться с потенциальными союзниками, людьми, которые могут оказаться чем-то вам полезны. Сейчас не обязательно детально обсуждать общие планы и условия сотрудничества. Достаточно договориться о намерениях. Сегодня рыбам стоит собирать как можно больше информации. Источники ее могут быть самыми разными. Не стесняйтесь задавать вопросы малоизвестным людям. Не ленитесь сопоставлять факты. Прояснится то, что прежде казалось непонятным и запутанным. Ну а буквально через считанные секунды нашу программу продолжит рубрика «Хронограф», в которой мы узнаем исторические факты Караганды и Карагандинской области. Оставайтесь с нами. В июне 1957 года в Караганде состоялся первый городской фестиваль молодежи. Колонны от районов города прошли по проспекту Сталина до площади перед Дворцом культуры горняков. Здесь секретарь Карагандинского горкома комсомола товарищ Тулепов объявляет фестиваль открытым. Начинается смотр художественной самодеятельности. Выступают певцы, щитцы и танцоры. А на стадионе «Динамо» прошли состязания спортсменов. В июне 1957 года в Караганду из Москвы привезли 300 первых телевизоров типа «Рекорд». Они поступили в продажу в магазины Федоровки и Старого города. К открытию телецентра управления рабочего снабжения завезет в шахтерскую столицу еще полторы тысячи телевизоров. 19 июня 1963 года в 11 часов 20 минут по московскому времени в 620 километрах с северо-восточнее города Караганды совершил посадку корабль «Восток-6» с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой на борту. На следующее утро первая в мире женщина-космонавт прибыла в наш город и остановилась в гостинице в Михайловке. Вечером того же дня Валентина Терешкова отбыла из Караганды в Москву. В июне 1974 года заканчивается строительство канала «Иртыш-Караганда». На днях произошли два события. Приступили к промывке трубопровода в районе 32-го квартала и началось заполнение Иртышской водой озера в парке имени 30-летнего ЛКСМ. Скоро вода поступит в квартиры карагандинцев. В июне 1978 года на привокзальной площади открылся новый универсам. В этом продовольственном магазине, который получил в народе название «Гармошка», намечено за час обслуживать более 200 посетителей. К их услугам 4 торговых отдела. С 1 июня 1996 года повысились тарифы на внутригородском пассажирском транспорте. Теперь проезд в автобусе стоит 15 тенге. Проездной для взрослых обойдется в 900 тенге. Однако все существовавшие льготы сохранены. Пенсионеры по-прежнему могут ездить бесплатно. Чтобы вы смогли уловить каждый момент, Илья очень напрягается, чтобы резать медленней. Безумно напрягаюсь, аж пот на лбу выступил. Понятно, что ничего не понятно, но здорово, что мы это прояснили. Прекрасно. По всей видимости, я должна принести тарелочку «Ушла». Квардак. Само по себе, да, говорящие названия. Это сахар. Как неловко вышло. Где зелень? Зелень будет чуть позже. О, зелень добавляется позже? Доброе утро, Караганда. Завтрак, казалось бы, но сейчас лето, а значит, завтраки стали гораздо проще. Поэтому, пока вы завтракаете фруктами или чем-то подобным, мы с вами будем сегодня смотреть, как правильно приготовить вкуснейшую окрошку. Сегодня мы находимся в гостях у банного комплекса «Парим-жарим». Поэтому у меня новый повар, знакомьтесь, его зовут Илья. Приветствую. Сегодня будет весело. Ну и вкусно тоже. Будем делать первую классическую окрошечку на мясе и остальных продуктах. Будем начинать? На минералочке с мясом и остальных продуктах. Будем начинать. Я буду помогать, но сегодня рулишь ты. Все, без проблем. Давай. Что, возьмем потихонечку яйца, картошечка, редисточка. Редисочку нужно будет зачистить от хвостиков. Грязную работу, видимо, поручают мне. Да. Судя по тому, что ты уже в перчатках. Вообще, все повара обладают уникальной способностью супербыстро резать продукты. Но так как мы сегодня снимаем программу для вас, чтобы вы смогли уловить каждый момент, Илья очень напрягается, чтобы резать медленнее. Безумно напрягаюсь, аж пот на лбу выступил. Вот так вот руки надо качать, Илья. Медленно нажимаешь на нож, быстро отталкиваешься. Так. Совершенно верно. Берегите пальцы. Так, Илья, у меня вопрос. Знаешь ли ты, откуда вообще появилось такое блюдо, как окрошка? Окрошка появилась из классических, примитивных кушаний древних славян. То есть изначально это были просто лук с укропом, либо яйца с зеленым луком. И в конечном итоге это начали заливать либо квасом, либо кислыми щами. И подавалось это изначально как закуска. Но в 19 веке это все приобрело после кулинарной книги основной вид первого блюда. Слушайте, у меня вообще, знаете, мысль такая. Как это все происходило раньше? Как вообще люди пришли к тому, чтобы готовить еду? Значит, ели отдельно там яйца, лук. Поняли, что не особо вкусно начали запивать. Потом надоело запивать, просто взяли водой все, залили. Получилась окрошка. Как тогда, интересно, получилось оливье? Ну вот, как раз-таки, как можно определить время года по окрошке. Если ее заливают квасом или минералкой, то лето. Если майонезом, то зима. А-а-а, все. Понятно, что ничего не понятно, но здорово, что мы это прояснили. Итак, ну а вы пока можете в комментариях писать, есть ли у нас любители окрошки, какую окрошку вы обычно готовите дома. Вообще, как правило, дома окрошку готовят, используя не мясо, а колбасу, да? Да. Ну, это повелось с советских времен. Потому что это дешевле? Потому что, да, докторская колбаса была в разы дешевле, ну и делалась она не особо из натуральных продуктов, поэтому и была достаточно дешевой. Мы сейчас не делаем антирекламу колбасе. Я, например, дома готовлю только с докторской колбаской. Но мне так больше нравится. Мясо тяжело сжевать, мне кажется, что окрошка легче, когда она с колбасой. Вот. Ну что, на каком мы там этапе? Мы нарезаем сейчас огурцы, позже нарежем редисочку. Все, нарежем редисочку и будем потихонечку подготавливать. Мне потребуется тарелочка для подачи и будем замешивать прямо в ней. Прекрасно. По всей видимости, я должна принести тарелочку. Ушла. Больше не нужна никакая тарелочка. Посмотрите, какая красивая посуда. Вообще, чтобы вы понимали, большое значение имеет, из какой посуды кушать. Вот из некоторой посуды действительно кушать вкуснее. Из чего? Из глины? Это глиняная, да, тарелочка полностью. Потрясающе, очень красивая. Обожженная. Мы делаем прям буквально одну тарелочку для себя любимых. Пробовать будем тоже сами. Напоминаем, что мы делаем классическую окрошку. У нас туда входят всеми любимые овощи, огурчики, редисочка, картошечка вареная, картофель, если говорить правильно, отварное яйцо. Мясо. Мясо. Какое мясо мы используем сегодня? Мы сегодня используем жареное мясо, потому что изначально использовали только его. Так. А впоследствии уже стали готовить и с вареным мясом, и с колбасой. Допустим, окрошка с рыбой называется кавардак. Кавардак. Само по себе, да, говорящее название? Да. У украинцев окрошка со свеклой называется холодник. Да, да. Очень вкусная штукенция. Со свеклой? Да. Она тоже добавляется туда холодной? Да, она отваривается, и потом просто на терочке, как в селедочку под шубой натирается. Все, будем складывать это все в тарелочку. Прекрасно. Отправляется все в нашу чашечку. Мне потребуется сметанка. Горчица. Помогаю. Соль. Перец. Руки у меня только две, поэтому будьте добры, забирайте сметанку. Горчицу. Так, соль и перец. Соль здесь два вида, видимо. Это сахар. Это сахар. Как неловко вышло. Все, закладываем сметаны. Можно даже ложечки две. Чем больше, тем вкуснее. Чем жирнее сметана, тем вкуснее. Немножко горчицы для пикантности, но перебарщивать не стоит. Соль. Соль. Подсаливаем это все. Все по вкусу. Все по вкусу. Перчик еще, я помню, просили перчик. Обязательно перчик, да. Соль и перец – это два основных усилителя вкуса, которые мы используем в повседневной жизни. Все, теперь это все дело перемешиваем. И потом уже заливаем. Заливаем минеральной водой. Почему минеральная вода? Изначально вообще шел квас, либо кислые щи. Но поскольку сейчас люди стали менее восприимчивыми к этим вещам, стали добавлять в минеральную воду. Ну и ее было легче достать в том же Советском Союзе. Угу. Внимание, у меня вопрос. Да. Где зелень? Зелень будет чуть позже. О, зелень добавляется позже? Чтобы потом человек мог перемешать, и она не осела. Все, я все поняла. Чур, воду добавляю я. Мне просто нужно сказать слово «стоп». Не-не-не, еще. Теперь укропчик. У меня есть такая привычка, я укропчик всегда отделяю от твердых веточек. Желательно, конечно. Я прям очень не люблю вот эти толстенные веточки, мне кажется, их неприятно кушать. Они очень хорошо в бульоны подходят, их можно потом сохранить, заморозить и перед приготовлением супа закидывать в бульон. Сложно быть поваром? Много надо знать. Ну, в зависимости от того, чего ты хочешь от этого добиться. Если ты хочешь просто готовить блюда для себя, то это достаточно легко. А если ты хочешь продвигаться дальше, то нужно работать, читать, изучать. Ну и желательно знать историю. Ну, мы сегодня готовим для вас и показываем самые вкусные и в то же время самые доступные простые рецепты, чтобы вы могли приготовить эту вкуснятину прямо у себя дома. Илья, передаю. Укроп я хочу, чтобы прям очень красиво и быстро... Это нарезалось. Смотрите, как надо. Опасный трюк не повторять в домашних условиях. Все. Закидываем зелень, перемешиваем еще раз и украшаем. Украшать будем? Цветочками. Да. Посмотрите, какая красота. Я не знала, что существуют съедобные цветы. Мне сегодня рассказали об этом повара. Цветы дело тонкое. Представляете, они действительно съедобные. Их выращивают точно так же, как микрозелень. И они такие же полезные. Добавим немного той же микрозелени. Тот случай, когда кушать не только вкусно, но и красиво. Мы готовы? Да, мясная крошечка готова. Посмотрите, какая красота. Важно не пролить. Ну что, самый важный момент, момент дегустации. Будем пробовать. Так, мне интересно жареное мясо попробовать. Ловлю жареное мясо. Иди сюда, ко мне сказала. Так. Интересно. Главное, что освежающе. Друзья, готовьте с удовольствием. Ешьте правильную, полезную пищу. Кормите себя вкусно. Готовьте дома сами. Это точно проверенный вариант. Выглядеть хорошо и чувствовать себя классно. Ну что, всем приятного аппетита. И до скорой встречи. Обязательно. В летний период времени мы особо ухаживаем за нашими домашними растениями. Прямо сейчас узнаем в рубрике «Много чего интересного». Доброе утро. Сегодня поговорим с вами о таких модных направлениях фитодизайне, как фитостены, создание фитостен. Это флорариумы. Также коллекционирование суккулентов, коллекционирование фиалочек. Сейчас очень много людей приходит к тому, что начинают с покупки одного растения, но на этом они не останавливаются. Им хочется больше, больше, больше. У нас есть один мужчина, который приобрел орхидею одну. Потом ему так понравилось, что сейчас у него коллекция из около 30 орхидеи различных. Также кто-то коллекционирует адениумы. Адениумы имеют очень богатое цветение, различные окраски. И очень интересно, конечно, заниматься коллекционированием растений. Также очень модное направление вертикальное озеленение. Сейчас это тоже хит, так скажем, в озеленениях, в интерьерах, в фитодизайне. Это создание из живых растений, таких как маранты, сингониумы, монстеры, карликовые, фитостены. Что такое фитостена? Это стена, это вертикальное озеленение, где вставляются такие емкости, кашпо, и высаживаются растения. Там подбираются растения специальные, которые не требуют большого освещения. Марантовые, ароидные, какие-то карликовые монстеры, колотеи. Из них делаются красивые композиции. Там в основном декоративно-лиственные растения используются. Такие, как, допустим, колотея. Маранта, у нее более округлые листья. Из них можно создать шикарные композиции, которые будут красиво смотреться в интерьерах. Это квартиры, это также кафе, рестораны, где фитостена очень украсит интерьер. Также флорариумы. Это прозрачная стеклянная емкость, где создается имитация живой природы, живого уголка. Это тоже очень интересное направление, которое набирает обороты сейчас. Так что увлекайтесь растениями, приходите к нам. Мы всегда проконсультируем, всегда расскажем, всегда покажем на примере. Поэтому любите живые растения, которые будут радовать вас всегда. Доброго утра всем! Ну и сейчас самая красивая рубрика «Искусство макияжа» на пятом канале. Утро доброе! Давайте сегодня с вами поговорим о кистях, какие нам нужны для макияжа, как же их дезинфицировать и как же их правильно мыть. Кисти, которые нам нужны для нанесения тональной основы, они чаще всего должны быть синтетикой. Кисти бывают разных форм. Бывают плоские, округлые и полуплоские. Такие кисточки, я их еще называю малярные, они дают нанесение тона очень плотное. Такие кисточки с двойным борсом, они уже делают нанесение гораздо легче. И полуокруглые тоже самое, делают гораздо легче. Также для нанесения тона можно использовать спонжики. В сухом виде они гораздо меньше, но в мокром виде, соответственно, они увеличиваются в размере и делают нанесение тона как более мягко, тонко, вуально, так и более плотно. Для нанесения консилера вы можете использовать пальчик. При тамповывающими движениями наносите те места, в которые вам нужно. Либо наносить также синтетической кисточкой. Запомните, чаще всего при использовании каких-либо кремовых текстур нужно использовать кисточку синтетиков. Для нанесения пудры кисточки можно использовать разные. Они могут быть как натуральные, пушистые, так и синтетика. Но, опять же, здесь нужно понимать, что натуральные кисти дают более плотное покрытие, а синтетическими вы сможете нанести более легко и зашлифовать вашу кожу гораздо лучше. Если вы выбираете синтетическую кисточку для себя, то вы должны понимать, что у вас должна быть синтетика очень хорошего качества. Желательно, чтобы это был таклон. Он очень мягенький. Такие кисточки называют еще беличий хвостик. Беличий хвостик, потому что по прикосновению они очень мягкие и очень нежные. Девочки любят, когда наносят им пудру такими кистями. Такие бур-бур. Кисточки для нанесения хайлайтеров и скульпторов. Можно использовать также такую же небольшую округлую кисточку для нанесения как румян, хайлайтера и скульптора. То есть она может быть у вас три в одном. Но если вы хотите, чтобы у вас для всего была отдельная кисточка, то, соответственно, выбирайте небольшую округленькую форму из натурального ворса. Белочка, либо козочка, либо синтетика, но придется смачивать. Но, опять же, запомните, что вам синтетика нужна, именно качество, таклон. Скульптурирующие кисточки. Они чаще всего вот такие вот со скосом. Также вы можете использовать как натуральный ворс, так и искусственный. Смотрите уже на свой бюджет. Кисти для нанесения макияжа глаз. Обязательно у вас должна быть плоская кисточка, чтобы работать под бровью и по плоскости век. Далее у вас должна быть обязательно крупная растушевочная, чтобы выходить плавненько в орбиталь. И мелкие растушевочные для того, чтобы дорабатывать мелкие детальки. Обязательные кисточки, которые еще вам нужны, это кисточка для бровей, синтетика со скосом. И она должна быть очень упругой и тверденькой, чтобы она вам давала четкую, красивую линию. Кисточка для подводки. И кисточка для губ. Вы можете ей пользоваться, а можете также просто для себя использовать вашу губную помаду, нанося сразу же с футляра. Но так будет гигиеничней. Теперь давайте поговорим о правильном очищении кистей. Для себя вы можете использовать любые антибактериальные салфетки. Как же они выглядят? Продаются они вот в таких банках. В них есть специальные составы, которые очищают и плюс дезинфицируют ваши кисти. То есть после использования этих салфеток можно не бояться, что вы занесете себе какую-то инфекцию на кожу. Также ежедневно важно мыть ваши кисти с хозяйственным мылом. То есть хозяйственное мыло имеет щелочной состав, соответственно, оно будет убивать большое количество бактерий. Как же правильно очищать кисти мылом? Использовать нужно щелочное мыло, то есть хозяйственное. На кусочек мыла вы начинаете кисточкой воздействовать вот такими круговыми движениями. Ни в коем случае не вот такими трущими, потому что иначе вы будете истирать и портить ворсовый. Вот такими мягкими круговыми движениями. Промываете кисточку свою очень тщательно и также под проточной водой вы ее смываете. Далее вы ее мягкими движениями начинаете просто осушивать и выжимать. Кисточки должны после такой мойки сохнуть над проветриваемой какой-либо поверхностью, то есть с края. Она не должна соприкасаться с поверхностью, она не должна стоять у вас, она не должна у вас лежать. То есть чтобы у вас не скапливалось никаких бактерий. Если вы оставляете свои кисточки в мокром состоянии, вот в таком стоячем состоянии, то вся бактерия, которая может быть и весь грибок, он будет спускаться вниз и соответственно отсюда у вас пойдут все проблемы и перенос на кожу. Сохнуть кисти должны в естественном состоянии. То есть вы не должны сушить их феном, вы не должны ложить их над батареей, вы не должны их класть над обогревателем. Иначе ваш ворс испортится и ваши кисти не прослужат вам очень долго. А при хорошем уходе за своими кистями ваши кисти могут прослужить вам очень длительное время. Ну что, теперь вы знаете о кистях, какие вам нужны. И я рада была быть вам полезной. И я надеюсь, вы будете пользоваться ими правильно. Отличного вам утра, прекрасных вам макияжей и помните, вы прекрасны. Милые и смешные далее в программе «Утро доброе». А это значит, что мы сейчас будем готовиться с вами умиляться и улыбаться. Ну а самое главное, заряжаться положительными эмоциями на сегодняшний день. Смотрим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению или к счастью, наш выпуск подходит к логическому завершению, и мы должны только сказать вам «До свидания». Мы с какой-то мыслью всегда заканчиваем, стараемся заканчивать с какой-то интересной мыслью. Сегодня у меня нет никаких мыслей. А я так скажу. Да, сегодня у нас был опрос, связанный с лошадью, с каруселью лошади, как правильно она звучала. Да, день карусельной лошади. Вот, я знаете, что хочу сказать? Вот в моем восприятии лошадь-карусель, вот эта вот, да, карусельная лошадь, она всегда идет по кругу, и так вверх-вниз, вверх-вниз. Вот знаете, наша жизнь должна быть всегда как кардиограмма сердца. Должны быть волны, которые дают нам толчок вверх, дают нам толчки вниз. Невозможно всегда находиться где-то наверху, иногда нужно и падать, чтобы подниматься с новой силой. Чтобы опять же оттолкнуться, да, и дальше полететь. Поэтому пусть ваша жизнь будет как кардиограмма, как вот эта вот карусельная лошадь, вот эти вот не эмоциональные, конечно, качели, но пусть будут толчки вверх-вниз. И всегда что вверх, что вниз будут благоприятные. Это очень здорово сейчас это было услышать. Вот пока ты говорил, я вспомнила, кстати, что вот Новый год мы встречали в Москве как раз-таки на этих лошадях, прямо на Красной площади, и это было очень здорово. Ну, а мы сейчас прощаемся, потому что сейчас лето, Новый год вообще-то уже прошел. До свидания, наши дорогие телезрители. И не забывайте про телеграм-канал, в котором можно увидеть любую актуальную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова